Добрый день, мои дорогие друзья, а также гости моего канала. Я рада вас всех вновь приветствовать на своем канале. Я надеюсь, что все вы легко справляетесь с уроками коридора затмений, проходите эти экзамены, чтобы все очистили и себя, и свое тело, и то место, где вы живете, так как нас с вами ожидает очередное затмение, и в этот раз это будет кольцевое солнечное затмение. Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 21 июня. В 9 часов и 40 минут по московскому и киевскому времени в нулевом градусе знака Рак. Точка затмения будет находиться в нулевом градусе Рака и в соединении с северным узлом в 30 градусе знака Близнецы. И день затмения 21 июня — это будет необычный день, можно сказать, волшебный. Во-первых, это, как всегда, будет новолуние, так как, наверное, вы уже знаете, что солнечное затмение всегда происходит новолуние. Но 21 июня — это еще и летнее солнцестояние. И вот само по себе это уже очень такое мощное в астрологическом плане событие. И в этом году оно совпадет с кольцевым солнечным затмением. И вот это все сделает этот день еще намного сильнее, намного мощнее эти энергии, и намного более важными для нас с вами. Это астрономическое начало лета, прежде всего. И это самый длинный день в году и самая короткая ночь. И это очень-очень сильная энергия. Конечно же, в этот день хорошо проводить различные магические обряды, медитации, ритуалы. Но я хочу вам напомнить, что солнечное затмение 21 июня и вот лунное затмение, которое произойдет после него, 5 июля, это будут еще и последние затмения на оси Рак-Козерог. Здесь затмения шли у нас два с половиной года. И вот это как раз продолжит тему событий, которые начинали у нас в нашей жизни происходить летом прошлого года, когда был июльский коридор затмений на этой же оси Рак-Козерог. И опять продолжались в нашей жизни в декабре. В декабре 2019 года и в январе 2020 года. А значит, что с середины июня и до середины июля этого года будут наконец-то происходить вот такие финальные события, завершения. И мы с вами в очередной раз будем сдавать такие своеобразные кармические экзамены. И темой этих экзаменов будут события последние двух с половиной лет. Если у вас уже последние два-два с половиной года, это был непростой период для вас, важный, если в это время у вас в вашей жизни происходили какие-то важные перемены, что-то менялось, появились какие-то серьезные проблемы в этот период, то я уже сейчас советую вам быть предельно осторожными. И главное для вас сейчас просто фиксировать все, что будет происходить и вокруг вас, и внутри вас. Астрономически солнечное затмение всегда происходит в новолуне, как я сказала. Это соединение Луны и соединение Солнца. В тень Луны попадает Солнце, а Луна при этом будет находиться в этот раз в Раке. Рак – это знак обители Луны, это ее дом. И эмоции будут, конечно же, затмевать наше сознание и нашу логику, будут просто переполнять нас с вами. Но так обычно бывает на затмении. Рак – знак, для которого очень важны семейные ценности. Это ваш дом, это ваш род, ваша семья, дети и, конечно же, эмоции. И вот именно на эту сферу нам с вами и нужно будет обратить внимание. В этот раз затмение в последний раз поднимет тем отношений с вашей семьей, с вашим родом, родственниками, с местом вашего жительства, с жильем, где вы живете. И, конечно же, поднимет у нас тему внутреннего ощущения себя и нашего душевного комфорта. Потому что, конечно же, место, где мы живем, и наш дом, он должен быть для нас безопасным местом и приносить нам комфорт. Поэтому сейчас на фоне этого затмения возможно, что будет что-то меняться. Меняться в вашей семье, будет меняться семейный статус, поэтому здесь возможны и браки, и разводы, и переезды, и другие перемены в вашем доме и семье. Но лучше, конечно, сейчас вести себя осмотрительно, не обострять отношения, не впадать в какие-то конфликты, избегать каких-то конфликтных ситуаций вообще. И, конечно же, не принимать очень важных решений сейчас. В астрологии знак рака, он связан с нашими эмоциями, с нашей душой. Поэтому, конечно же, это очень хорошее время, чтобы заняться проработкой, отпусканием каких-то накопленных обид, вообще исцеляться от своих эмоциональных травм. Особенно это касается детских травм. Рак, как я сказала, символизирует семью. Это чувство безопасности, это место комфорта, место, где находятся наши близкие, где мы себя чувствуем как дома. И очень важно, конечно же, сохранять вот эти тёплые и крепкие отношения со своей семьёй, со своими родными и со своими детьми. Это затмение на северном лунном узле. А северный лунный узел, это вы, наверное, помните, это наш кармический ориентир. Это направление, которое показывает нам, куда мы с вами должны двигаться дальше. Он практически показывает нам тот опыт, который мы должны получить, который мы должны с вами наработать. А значит, что события вот этого солнечного затмения, они, конечно же, окажут особое влияние на наше будущее. Подобное затмение уже было 21 июня 2001 года. И в 2011 году тоже было похожее затмение. Вот если для вас 2001 год был значимым, или 2011 год какие-то были важные события, важные перемены происходили в вашей жизни, то имейте в виду, что вот это затмение, оно опять может быть энергетически связано с вашим прошлым. А также это касается затмения, которое произошло 10 января 2020 года. Вот это солнечное затмение может продолжить, поднять эти темы. В карте затмения 21 июня 5 планет из 10 возможных планет, они будут ретроградны, включая Меркурий, включая Венеру. И Нептун, он тоже как раз остановился перед разворотом к своей ретроградности. Он стоит на месте. И вот все события этого затмения, они, конечно же, будут возвращать нас в прошлое, поскольку очень много ретроградных планет. Они будут наталкивать нас на работу над ошибками в нашей жизни. И, конечно же, это будут темы по теме рака. Это семья, отношения с нашими близкими людьми, отношения с нашими детьми. Ваши какие-то эмоциональные реакции, старые обиды или какие-то старые родовые сценарии, они здесь могут проигрываться. И хотим мы этого или не хотим, но нам всем всё-таки придётся сейчас заглянуть внутрь себя, посмотреть в своё прошлое, чтобы мы не тянули вот эти нерешённые проблемы в своё будущее. Также негативный аспект Марса к точке затмения в этот день говорит о том, что прежде, чем начать что-то новое, нам с вами придётся разрушить старое и не тащить на себе уже груз этого прошлого в нашу новую жизнь. Уже вблизи этого затмения у многих из вас могли происходить какие-то довольно разрушительные события в вашей жизни, которые, конечно же, могли вам казаться очень негативными, очень стрессовыми для вас, с большими переживаниями, с большими проблемами. И всё это могло в большей степени всё-таки касаться вашей семьи, вашего дома, каких-то ваших традиционных ценностей, поскольку затмение всё-таки будет происходить в знаке рак. Ну а также, как это затмение, оно всё-таки происходит на фоне ретроградности Венеры и ретроградного Меркурия, то это означает, что нам с вами будет очень важно обернуться назад и вот проделать эту работу над ошибками, чтобы здесь всё завершить. Ваша семья, ваш дом, люди, которые очень дороги вашему сердцу и вы сами, конечно же, вот над чем нам придётся с вами работать. Ретроградные планеты, они здесь могут решить вернуть в нашу жизнь кого-то из наших бывших, кого-то вернут для нового витка отношений, и вот здесь эти ретроградные планеты, они могут помочь вам восстановить эти отношения, а кого-то они вернут в вашу жизнь для того, чтобы вы окончательно, окончательно разорвали эти отношения и навсегда поставили здесь точку. Могут возвращаться, возвращаться какие-то ситуации, в которых вы когда-то не сумели договориться, где вы сделали ошибки, которые вы не довели до конца. Ну и всё это, конечно же, будет делаться не для того, чтобы расстроить вас или позлить вас, а для того, чтобы просто сделать нас и нашу жизнь лучше. И всё это случается потому, что многие из нас, люди, они иногда ведут себя как дети. Они обесценивают самое дорогое, что есть в жизни. Это знаете, как в той поговорке, что имеем, мы не ценим, потеряя, плачем. Поэтому вот эти уроки, этих затмений, они бывают очень полезными для кого-то, и они запоминаются надолго, даже можно сказать, на всю жизнь. Но мы с вами должны понимать, что всё, что происходит, это всегда хорошо. Это делается для нас с вами, это делается для нашего блага, для того, чтобы мы развивались и шли вперёд. И вначале, конечно, и это затмение, оно может у нас забрать что-то, но забрать только для того, чтобы освободить место для чего-то нового и, конечно же, для чего-то лучшего. Ведь никогда новый брак, он не может появиться, если у вас существует старый брак или новые отношения, если у вас существуют старые отношения. Новая работа, она тоже не может появиться, если вас не уволят с предыдущей, или вы сами не уйдёте с неё. И если вы сейчас будете чувствовать, что вот что-то начинает происходить в вашей жизни, что-то начинает двигаться, то, конечно же, не ленитесь. Не нужно печалиться, а начинайте сами двигаться вперёд. Закладывайте вот этот нужный вам цикл, потому что всё, что произойдёт в затмении, это будет надолго. Это минимум на 9 лет или даже на 18 с половиной. Но всё-таки помните о том, что принимать какие-то важные, особенно какие-то спонтанные решения, сейчас не нужно. Лучше всё это отложить, ну, как минимум до 13 июля. И здесь есть на это причины, так как затмение, оно на то и называется затмением, потому что оно затмевает наш разум. И мы становимся слишком подвержены различным эмоциям. А сейчас мы с вами ещё находимся в коридоре затмений, который продлится до 5 июля, когда произойдёт лунное затмение. И сейчас мы с вами находимся как будто бы в тумане. Мы не видим истинного положения вещей, и мы не понимаем, куда нам нужно двигаться дальше. И то, что сейчас многие из нас будут воспринимать, возможно, как какие-то испытания, проблемы, потери, на самом деле откроют для вас новые двери, новые возможности, и они пойдут вам на пользу. Поэтому не бойтесь ничего, учитесь и запоминайте всё, что происходит вокруг вас, и запоминайте всю информацию. Затмение покажет вам сейчас на ваши нерешённые проблемы. Ведь на самом деле, что такое затмение? Что такое энергия затмения? Затмение приходит и приносит нам с вами такую встряску, которая нам нужна для того, чтобы мы стали шевелиться, чтобы мы вышли из зоны комфорта и, конечно же, стали двигаться с одного уровня развития на другой. И никаким другим образом нам с вами никто не может это сказать, как именно отразятся энергии какого-то затмения именно на вас. Потому что затмение приносит с собой то, что необходимо сейчас именно вам. И вот для такого перемещения это может быть что угодно в вашей жизни. Например, у вас появятся очень сильные конкуренты, вам придётся бороться. Может появиться сильный противник, враг, или вы получите критику, которая заставит вас двигаться. Ну а также могут прийти хорошие энергии. Это, например, благотворитель, который будет вам помогать. Это деньги, которые у вас появятся для того, чтобы вы решили какие-то проблемы в своей жизни. Или любая другая сила, которая придёт на помощь вам, или же благодаря которой вы, наконец-то, начнёте думать. Вы начнёте размышлять, решать, меняться и придумывать, как же вам жить дальше. И вот это затмение, оно, конечно, способно таким коренным образом переломить ситуацию в тех вопросах, которые мы с вами, возможно, могли никак не решить в протяжении многих лет. Мы не находили на них ответы, мы не находили решения. И вот сейчас то, что у нас не получалось, возможно, с третьего, четвёртого, десятого раза, может сейчас получиться. Все, кто будут настойчивы, все, кто были упорны, особенно последние два с половиной года, обязательно получат здесь награду. В это время вы можете чувствовать, как будто бы вы идёте по мосту. И вот сейчас у вас уже нет никакой возможности повернуться и пойти назад. Мост за вами просто начинает разрушаться и отрезает обратную дорогу. И то, что начато в затмении, никогда уже нельзя изменить, ну или очень трудно изменить. Также, если вы видите, что ситуация уже себя изжила, она вам больше не нужна, и так продолжаться не может, что пора что-то менять в своей жизни, то, конечно же, принимайте решение сами. Не ждите, когда за вас это сделают другие люди. Затмение может заставить нас сейчас решать проблемы. Ну, например, вы долго не могли продать или купить дом, решить свой квартирный вопрос, то вот сейчас вам придётся. Придётся это сделать, это вести до конца. Кто-то, возможно, начнёт новое дело, или кто-то наоборот. Долго занимался чем-то, но это дело, оно не приносило вам доход. И вот сейчас вам придётся закрыть его. Затмение может поставить вас в такие условия. Кто-то может получить повышение по службе, кто-то может найти для себя нового перспективного клиента. Кто-то вообще может получить известность в этот период. Ну, а кто-то, наоборот, может быть уволен по этому затмению. Некоторые из нас вот на это затмение, например, могут избавиться от аллергии, уйти от мужа-тирана, от мужа-алкоголика, вообще, наконец-то заняться тем, о чём вы давно мечтали. Или просто эмигрировать в другую страну, переехать в другой город, сменить это место жительства. Кто-то может найти себе нового партнёра, даже обручиться с кем-то. Ну, а с другой стороны, затмение может затмить кого-то в вас. Ну, например, вы можете развестись или расстаться с вашим партнёром, который у вас сейчас есть. Во время затмения некоторые могут узнать о том, что вы беременны. Или же получить известие о том, что процесс усыновления, который вы оформляли, о котором долго хлопотали, вот здесь дела начали продвигаться. Но помните о том, что затмение — это совсем не то время, когда нужно ставить ультиматумы, какие-то важные решения принимать. Нет. Допустим, если вы хотите принять решение о смене работы, затмение — это хорошее время для того, чтобы принять чьё-то предложение со стороны. Но очень плохое время для того, чтобы самому решить это и увольняться, например, со старой работы. Если кто-то делает вам предложение в этот период о новой работе, то, конечно же, вы можете его принимать. Это новая энергия. А если, допустим, у вас с вашим любимым человеком давно назрел какой-то важный разговор и назрел этот конфликт, всё-таки подождите. Не выясняйте сейчас отношения, особенно это касается в день затмения, и перенесите выяснение этих отношений хотя бы на середину июля. Если сейчас вы начнёте выяснять эти отношения во время затмения, то, конечно, может быть такой результат, который вас, ну, скажем, мягко, неприятно удивит, и вы получите совсем не тот эффект, которого вы ожидали. Вы можете потерять, например, любимого человека, потерять человека, который вам очень дорог. Конечно, сильнее всего это затмение почувствуют те, у кого астендент. В знаке рак, в знаке овен, весы, козерог и в диапазоне от нуля градусов до пяти градусов. Конечно же, это затмение больше всего почувствуют те люди, кто родился на стыке знаков. Это близнецы рак, стрелец-козерог, дева-весы и овен-рыбы. Либо же у вас ваши дни рождения с 21 по 26 сентября, с 21 по 26 марта, с 21 по 26 декабря и 21 по 26 июня любого года. Ну а также вот энергии затмения обычно, конечно, тонко чувствуют те люди, которые родились вблизи любого затмения, вблизи любого новолуния, полнолуния и у кого напряжённые солнце и луна в вашей натальной карте. Что важно помнить об этом затмении? Все наши мысли, а наши мысли, как вы уже знаете, они обладают способностью материализоваться. И вот в этот день они обретут особую силу. Поэтому мы все с вами должны думать исключительно позитивно, по-доброму. Желаю и себе, и своим родным, и вообще всему миру всего самого лучшего, всего самого замечательного и прекрасного. Сейчас все ваши намерения, все ваши желания, мысли, планы, события, которые вы будете создавать в этот период, они всё-таки будут влиять на последующие 9 или даже 18,5 лет. И вы должны об этом помнить. Кстати, очень хорошо сейчас, поскольку будет солнцестояние, просить что-то у Вселенной. Следите обязательно за тем, что вы говорите, как вы говорите, чтобы не было каких-то двухсмысленных шуток, чтобы вы никого не обидели. Вообще у Вселенной нет чувства юмора. И вот всё, что сейчас будет вылетать из вашего рта, вот в такой особенный день, оно примется сразу же к выполнению. Конечно же, нельзя употреблять алкоголь и всё остальное, что каким-то образом затуманивает наш разум. Этот разум и так будет достаточно затуманен. Не отправляемся в какие-то сложные дороги, в дальние дороги. нужно быть внимательными за рулём обязательно. Не нужно делать операции, не нужно начинать что-то новое, особенно что-то очень важное в период затмения. И, конечно же, нужно обращать внимание на своё здоровье, особенно те, у кого есть проблемы с сердцем, с сердечно-сосудистой системой. не ссоримся, не лгём ни в коем случае, не сплетничаем, не злимся и не плачем, мои дорогие. Испытывайте сейчас только те чувства, которые вы хотели бы испытывать всегда. Вот так вы сейчас можете запрограммировать запрограммировать себя на эмоционально, на счастье, на гармонию в вашей жизни, на радость. И вообще старайтесь провести этот день 21 июня в спокойной обстановке, рядом с вашими близкими людьми, в своём доме, где-то на природе, возможно, или занимайтесь своими личными делами. Но проведите этот день так, как комфортно вам, как хорошо для вас. Если в вашей жизни появятся люди сейчас из вашего прошлого, то будьте всё-таки очень осторожны. Но не спешите сейчас принимать какие-то решения, не спешите окунаться опять в старые отношения, сближаться с ними. Подождите, подождите до середины июля, и тогда вы решите, что с этим делать. Подумайте о том, что вы реально имеете на данный момент. И приносит ли вам это счастье? И если вот сейчас вы поймёте, что надо что-то менять, то это значит, что надо менять. Начинайте это делать. И помните, затмение ведь это не дата, это не обязательно 21 июня. Перемены могут происходить не 21 июня. А, например, у кого-то из вас раньше, а у кого-то даже в течение полгода. Ну, а если затмение затрагивает ваши важные планеты или же какие-то важные точки вашего гороскопа, то затмение заложит для вас программу на целые 9 или 18,5 лет вперёд. А если вы ещё и родились вот с 18 по 24 июня любого года, то затмение принесёт в вашу жизнь судьбоносные и важные перемены, которые могут происходить у вас в течение целого года. Ну, а теперь давайте рассмотрим каждый знак Зодиака. И начнём мы с овнов. В этот раз овны и те, у кого асцензент находится в знаке овен. Дорогие овны, вот это солнечное затмение произойдёт в вашем четвёртом доме. И как раз рак является управителем этого четвёртого дома. Это его дом, это его родина. Поэтому для вас вот эти темы рака, это семья, дом, они будут актуальны вдвойне. И, скорее всего, что перемены будут для вас ну, очень сильно ощутимы. И будут вызывать у многих из вас очень много эмоций. Четвёртый дом — это наш дом. Это люди, которых мы считаем своей семьёй. Это наша семья, наши дети, наши родители. Дом, где нам комфортно. И, наверное, что уже с 2000 года и вот по 2001 год у вас уже происходили какие-то большие и важные перемены здесь. Возможно, что вы даже меняли не только место жительства, а даже страну. Перемены могли происходить в вашей родовой линии, в вашей семье. И вот сейчас будут меняться основы, дорогие овны. Это фундамент вашей семьи, фундамент вашего рода. И совсем новые программы, новые темы придут в вашу жизнь. А сейчас вы будете дорабатывать свою карму. Вот после этого затмения пойдёт уже накопление нового опыта и во многих сферах. Сейчас кто-то из вас может узнать что-то новое из истории про те места, где вы родились, узнать что-то новое про ваш род, про ваших родителей, про вашу семью. И многие овны начнут уже жить более осознанно. Уже вы будете уходить от каких-то искажений, которые были в вашей жизни. И вот даже новые дети, которые теперь будут рождаться в вашем роду, вы будете называть этих детей более осознанно. Вы будете более осознанно подбирать для них имена. Это затмение прежде всего коснётся места, где вы живёте. Возможно, что кому-то из вас предстоит продажа или же покупка жилья, или вы будете менять место жительства. Это может быть ремонт вашего дома, который вы захотите сделать что-то комфортное для своего дома, купить что-то туда. Для кого-то это будет переезд. Или же поменяется каким-то образом состав тех людей, которые с вами вместе живут под одной крышей. Кто-то может съехать, кто-то, наоборот, приедет к вам и будет жить вместе с вами. У кого-то будет даже пополнение в семье. Например, ваш ребёнок приведёт свою пассию для того, чтобы познакомить с вами. Или же будет пополнение в вашем роду. Могут рождаться дети. Ну а также внимание, вашего внимания, дорогие овны, здесь могут потребовать ваши родители, ваша семья, ваши близкие люди. Перемены, как я сказала, могут коснуться вашего места жительства или каких-то приоритетов, которые для вас очень важны, очень значимы, которые связаны, например, с вашей работой, с развитием вашей карьеры. Поэтому здесь возможны переезды из-за работы. Что для вас будет важно, дорогие овны? Вы должны понять, что наша семья – это тот фундамент, это наша поддержка, это наша крепость, от которого мы отталкиваемся, чтобы мы могли достичь чего-то в этой жизни. И вот многие достижения, которые человек добивается в своей жизни, в профессии, в бизнесе, в творчестве, в семье, они вообще не могли бы осуществиться, если бы его не поддерживала семья, если бы ему не помогала семья. Они не могли бы произойти в вашей жизни без ваших родителей, без их участия, без родственников, а иногда из-за властей, властей того места, где вы родились или где вы выросли. И вы должны это понимать. Вот это солнечное затмение в раке, оно, конечно же, поможет вам укрепить, укрепить ваши семейные отношения, но также оно может открыть для вас новые возможности для того, чтобы появилась экономическая стабильность в вашей семье. Кто-то может, например, начать семейный бизнес, но вот энергия этого затмения, она поможет вам довести какие-то важные дела до конца. Также сейчас вы можете иметь возможность разрешить какие-то сложные семейные споры, семейные дела, возможно, то, что касается наследства. И это касается также разводов, раздела имущества, которые у вас могли тянуться последние два с половиной года, или эти дела, они вообще могли тянуться у кого-то последние девять лет или восемнадцать с половиной лет. Но возможно, что кому-то из вас, дорогие овны, сейчас захочется сменить место жительства, и вы окончательно решите, например, переехать в другой город, поскольку для вас это будет более комфортно, ну, или для работы, или для ваших детей, или даже эмигрировать в другую страну. Ну, а кто-то, наоборот, решит вернуться на свою родину, поскольку поймет, что нигде нет лучше, чем там. И, конечно, это затмение может принести некоторым из вас, дорогие овны, и брак, и рождение ребенка, и встречу супруга. Для вас это будет важное затмение. И вот в это затмение вам, прежде всего, нужно задуматься и понять, есть ли у вас уже этот семейный очаг, этот быт, к которому вы все время стремитесь. Возможно, что пора уже что-то менять здесь, дорогие овны. Ну, подумать о собственном жилье или о собственной семье, если у вас таковой нет, о детях. Может быть, вам это совсем не нужно, и вы не нуждаетесь ни в чем из этого. Подумайте об этом. Подумайте о том, где ваши корни, на что вы можете опираться, вообще откуда вы, куда вы идете, какая ваша цель в жизни, и, конечно же, ради чего все это, ради чего вы живете. Какая ваша семейная жизнь, дорогие овны? Вот соответствует ли ваша домашняя жизнь, семейная жизнь тому, как вы представляли себе эту семейную жизнь? Подумайте о том месте, о доме, квартире, вообще городе, о том месте или стране, где вы живете, дорогие овны, и поймите, все ли здесь вас устраивает. В это затмение вам нужно, конечно же, переосмыслить отношение к дому, к недвижимости, к месту проживания, над тем, где вы проживаете, и вообще нравится ли вам это, или нужно что-то срочно менять. Где вы видите себя спустя вот этих 20 лет, дорогие овны? хотели ли бы вы по-прежнему жить в том самом месте спустя 20 лет, быть вместе с тем самым партнером под одной крышей? Если нет, то начните что-то менять сейчас. Пора уже решать, пора как-то стабилизировать эту сферу, и вам нужно понять, где вы будете жить, где вам будет комфортно, и если вам сейчас некомфортно, дорогие овны, то начинайте что-то улучшать. Например, делайте ремонт в вашем доме, если вы считаете, что он недостаточно хорош. Если вам негде жить, то начинайте решать эту проблему. Если вы думаете, что вы живете в неправильном месте, то, конечно же, переезжайте. Ну, подумайте, что бы вы еще могли сделать для комфорта, для безопасности и себя, и своей семьи, и своих детей. Вообще, какими вы видите ближайшие года ваши отношения, отношения с семьей, с вашей мамой, какими вы их видите. В затмении обязательно, дорогие овны, вынесите из вашего дома все вещи, которые сломаны, которые отжили свое, которые, возможно, больше не нравятся вам, не приносят вам радости. А если у вас есть свой дом или участок у дома, то вот украстье его, например, посадите цветы, если вы живете в квартире, то поставьте до затмения букет цветов на обеденный стол или какую-то корзиночку с фруктами. И обязательно, приходя в вашу квартиру, в ваш дом, дорогие овны, не раскидывайте ваши ключи, где попало. Вот отведите для них постоянное место и сразу убирайте туда. это время, когда вам очень хорошо носить изделия, изделия из серебра или же из платины. Конечно же, это время, когда нужно переосмыслить тему рода. Для духовных дел, дорогие овны, поэтому очень хорошо, если вы сейчас посетите могилы ваших предков или закажете службу за них в церкви, вообще вспомните ваш род. Подумайте, какие семейные традиции вы любите, а если у вас нет таких традиций, то пришло время их инициировать. Начинайте это делать, дорогие овны, вводите эти традиции в своей семье, придумывайте новые традиции. Сейчас все в ваших руках. И не забывайте, дорогие овны, о ваших родителях, но постарайтесь им позвонить, найдите время для того, чтобы побольше пообщаться с ними и поговорить. Уделите внимание, конечно же, вашим детям, вашей семье, вашим домашним вопросам и вашей недвижимости. И обязательно старайтесь не конфликтовать. Особенно это касается вот 21 июня. А просто проживайте и подмечайте все эти эмоции, которые сейчас вас будут переполнять, все ваши настроения и все изменения, которые будут происходить вокруг вас. загадывайте желания, дорогие овны, программируйте свое будущее и не бойтесь перемен. Вот чтобы впустить в свою жизнь что-то новое, что-то светлое, радостное, конечно же, нужно убрать из своей жизни то, что уже вам не нужно, что отжило себя и не приносит вам больше радости и комфорта и безопасности. Удачи вам, дорогие овны, и легкого коридора затмений. Тельцы и те, у кого асцендент в знаке телец. Затмение произойдет в вашем третьем доме. И вот, дорогие тельцы, дружба, партнерские отношения, ваши коммуникации, общение относятся, конечно же, к темам третьего дома. И вот солнечное затмение акцентирует ваш третий дом. Это ваши контакты, это ваша учеба, знания. братья, сестры, ваши автомобили. Это общение, переписка, короткие поездки и то окружение, непосредственное окружение, которое вас окружает. Конечно же, темами этого затмения для вас будут братья, сестры. Общение, информация, поездки, вот эта тема на этот период. Третий дом, поэтому обратите внимание на то, сколько сейчас будет приходить к вам новой информации, новостей, что вы будете получать или что вы уже успели получить, чему вы научились за эти два с половиной года, какие новости к вам будут сейчас приходить. Это солнечное затмение прежде всего будет подталкивать вас изменить, изменить что-то в вашем общении, в вашей стратегии, дорогие мои, отсеет тех людей, людей, которые вам просто мешают. Люди, которые мешают вам, которые вас тяготят, они уже исчезли из вашей жизни или нет? Если да, такое уже могло произойти, то это означает лишь одно, что теперь у вас появятся новые люди, появятся новые интересные люди, и вот эти люди, они могут открыть для вас что-то новое, они могут даже выступить для вас в роли первого учителя. Обязательно в это время нужно разобрать свои отношения с вашими родными, ни в коем случае не идти на конфликты, не ссориться, а наоборот, пришло время наладить отношения, простить обиды, дорогие тельцы, и вообще перевести эти отношения на новый уровень. Если вы были в ссоре с братьями, с сестрами, родственниками, соседями, вы обязательно помиритесь. Помогите чем сможете вашим братьям или сестрам, если они будут просить вас об этом, и вообще это могут быть не только деньги, помощь не только деньгами, например, по вопросам какого-то обучения, но проводите больше времени вместе с вашими братьями, с вашими сестрами, общайтесь в конце концов, и оказывайте им хотя бы моральную поддержку. Сейчас для многих из вас по этому затмению могут открыться какие-то новые и очень перспективные возможности, и они могут у вас появиться благодаря вашим родственникам, вашим братьям, сестрам, соседям, благодаря кому-то, кто из вашего круга общения, и вот здесь они могут помочь вам или принести какую-то новую информацию, по которой может наконец-то решиться какой-то давний вопрос или проблема. И вот эта проблема или этот давний вопрос, они вообще у вас могли тянуться два с половиной года. Обязательно, дорогие тельцы, наведите порядок в документах, оформите все бумаги, которые вы должны были оформить. Сейчас для вас могут стать актуальными вопросы обучения, и вы должны понять, чему же вы хотите обучаться. Вот солнечное затмение в раке, оно может подтолкнуть вас, для того, чтобы вы пошли учиться, для того, чтобы вы начали получать что-то новое, какие-то нужные знания, которые будут для вас важны. Также очень хорошо сейчас отправляться на какие-то курсы, например, обучаться вождению. Кто-то даже здесь начнет задумываться о том, чтобы купить для себя какое-то транспортное средство, какую-то технику. Например, если это не автомобиль, то хотя бы велосипед, но вот после 12 июля делайте это, а пока не надо. Кто-то решит пойти на какие-то курсы, возможно, обучаться иностранным языкам, но в течение месяца вы очень часто можете, например, отправляться в поездки, больше передвигаться, у кого-то даже возможны переезды, дорогие тельцы, кто-то может отправиться в рабочую командировку, для кого-то это будет кратковременная командировка, а для кого-то эта командировка может затянуться до двух лет. Сейчас у вас могут появляться новые знакомые, новые клиенты, которые впоследствии окажут на вас очень серьезное влияние, ну а также любая информация, которая сейчас будет появляться, вы должны ее запоминать. Выключайте телевизор, ищите вот эту интересную информацию сами, ищите ее в интернете, в библиотеках, везде, где вы можете. И обязательно, дорогие тельцы, старайтесь не говорить попусту, не бросайтесь словами, не давайте ни в коем случае пустых обещаний, вам придется за это ответить. Посмотрите, какую информацию вы сами несете людям, ну что вы транслируете? Это вообще правда, это достоверная информация? и какая информация поступает к вам? Вот вы должны здесь все фильтрировать и делать это обязательно. Вообще сейчас очень тщательно нужно относиться к любой информации, которая будет вокруг вас. Смотрите, что вы изучаете, что вы сами говорите, что вы слушаете и проанализируете, нужно ли это вам. Это полезно для вас, дорогие ответственностью. Какую пользу это может вам принести? Вы должны это понимать и, конечно же, должны различать, где ложь, а где правда. И вот главная задача, это как раз будет для вас фильтрация информации. Фильтрируйте также свое общение с вашими друзьями, с коллегами, с родственниками и поймите, кто из них вам помогает, кто из них вам мешает и отнимает ваше время. Исключите все лишнее в этих сферах. Вообще разграничьте людей, с кем вы общаетесь. Поймите, кому и что вы можете говорить, кому вы можете доверять, а кому нет. Это сейчас будет очень важно для вас. И вообще пришло время разобраться с паразитами, с людьми, кто вас только использует, но ничего не дает вам взамен. Не нужно цепляться за свое прошлое, потому что пора, время пришло расчистить место для чего-то нового, открыть двери для чего-то нового, для более перспективного, для важного. И вот тогда вы можете уже ожидать, что у вас появятся новые предложения, какие-то новые идеи в вашей жизни, новые планы. Но, как я сказала, будьте внимательны. Сейчас у вас могут появляться новые знакомства, важная информация, контакты. Ну, например, все это может появиться у кого-то из-за того, что вы смените место жительства, переедете в другое место. И вот эти люди и эти связи, которые появятся, они будут помогать вам. Вы можете приобрести себе автомобиль или поменять машину, но, как я сказала, лучше это не делать до 12 июля. Ну, а также возможно, что будут происходить важные перемены в жизни ваших братьев, сестер, тетей, дядь, соседей. Можете ожидать гостей. Вам могут приехать родственники на какой-то неопределенный срок и задержаться. Или же вы сами можете отправиться вот в этот период к себе на родину. Кстати, это третий дом, это еще и дом соседей. Вот здесь могут меняться ваши соседи. Вы можете быть заняты какими-то вопросами, которые будут связаны с документами, и вам придется сейчас это делать, но коммуникаций будет много, контактов, звонков, перемещений, и скучно вам точно не будет, дорогие кельцы. Обязательно следите за своими мыслями, особенно это касается вот 21 июня. И будьте осторожны, если вам придется пользоваться какими-то лестницами или куда-то влезать наверх. Проверьте, не пора ли вам поменять очки, будьте внимательны за рулем. И взотмение очень хорошо было бы, если бы вы могли осветить порог своего дома, дорогие кельцы. Вот все это будет служить выравниванию в вашей жизни гармонии и восстановлению гармонии. Старайтесь меньше беспокоиться, больше размышлять и размышлять, дорогие кельцы, о причинах, по которым вы оказались в той или иной ситуации. поймите, что наконец-то вас сюда привело. Уже вблизи этого затмения вы могли получить какую-то информацию, но узнать что-то не очень приятное о ваших друзьях, ваших соседей или ваших близких родственников. Или какие-то ваши ожидания, они могут не оправдаться. Очень внимательно относитесь к любой информации. и не цепляйтесь за старые связи. Смело идите вперед, дорогие кельцы, даже если вам придется переехать в другой город, в другую страну и полностью поменять круг своих знакомых. Не бойтесь ничего. Удачи вам и легкого коридора затмений. Близнецы и те, у кого асцендент находится в знаке Близнецы. Дорогие Близнецы, все более важной темой для вас становится тема ваших денег, финансов, вашего материального благополучия, потому что солнечное затмение 21 июня произойдет в вашем втором доме. Второй дом это деньги, которые заработали вы сами, это ваши таланты, ваши ресурсы, ваша самооценка, и вот это будет как раз вашими темами на этот период. Это затмение может включить для вас важные темы, которые будут связаны конечно же с вашими деньгами, с вашими заработками. Уже за годы с начала 2000-х годов скорее всего вы решительно перестроились сами и перестроились ваши ценности. Вы сами менялись дорогие Близнецы и поэтому ваши желания они тоже стали другими. И вот сейчас у вас исполнится только то, что будет вам полезно, полезно для вашего развития. Поэтому ни за что сейчас не цепляйтесь. Будет идти перестройка, она уже происходит в сфере конечно же ваших личных финансов. Уходит прошлая карма, отработанная карма и будут перемены. Особенно последние два года, два с половиной года эта тема могла быть для вас очень актуальна и здесь могло быть много перемен. Если ваши доходы ну скажем не особенно выросли, если вы не нашли более удачное место работы для себя или не занялись своим делом, своим бизнесом, то еще не поздно это сделать. Не поздно это сделать также после затмения 21 июня. Для вас сейчас могут открываться новые дороги, какие-то новые возможности, новые перспективы, но все равно все будет зависеть от вас, от вашего личного выбора и конечно же от вашего желания. Сейчас на поверхность могут подняться не только ваши заработки, не только ваши доходы, хотя конечно это все-таки будет в первую очередь и вот здесь потребуются перемены, причем перемены кардинальные, но а также поднимутся ваши долги, темы ваших обязательств, кредитов, вот все это будет очень актуально. Кому-то затмение может принести повышение зарплаты, кто-то может перейти на новую работу, где будет зарплата намного больше, возможно продажа или покупка имущества вот по этому затмению тоже может произойти. Но второй дом ценностей и это означает, что вы сами начнете себя переоценивать, начнете смотреть на себя другими глазами, существенно вырастет ваша самооценка, вы уже не будете соглашаться на любую работу, дорогие близнецы, вы будете искать то, что будет лучше для вас. Обязательно пользуйтесь мощными энергиями этого солнечного затмения и новолуния, чтобы вы могли изменить, изменить текущее положение дел и, конечно же, начать что-то новое. прежде всего разбирайтесь со своими финансами. Подумайте, как вы можете заработать деньги, как вы можете увеличить доход или стабилизировать ваш доход. Конечно же, вам нужно изучать, изучать свои расходы, свои доходы, понять, на чем вы можете зарабатывать, что вы сами можете сделать для того, чтобы заработать больше. Например, посмотрите различные варианты дополнительного дохода. Конечно же, вам нужно будет разбираться со своей самооценкой. Это какие у вас блоки, кто вам из окружающих людей занижает вашу самооценку или же вы это делаете сами. И вообще вы должны понять, понять и разобраться по этому затмению, адекватна ли ваша самооценка. Вот проработайте как раз над этим, раскрывайте свои таланты. Ну и конечно же вам нужно будет разобрать вопросы, что вы имеете. Это какие ценности у вас есть, какие личные накопления, личные ресурсы. Посмотрите, чем вы владеете, что имеете. Вот здесь разберитесь и выкиньте конечно же хлам, потому что ваши ценности, они прежде всего, дорогие близнецы, отображают вас самих. Если у вас тысяча и одна мелочь и захламленное пространство вокруг вас, то конечно же делайте выводы. Пересмотрите свои приоритеты, что для вас важно. Сейчас вы будете испытывать некоторые сомнения, могут быть различные колебания, по какой дороге вам дальше идти, вообще с кем вам дальше идти. И вот в зависимости от того, на какой степени, на кого вы можете опереться, кому вы можете довериться в этот период. Здесь вы можете как раз испытывать какие-то колебания. Роль вашей семьи, ваших родственников по этому затмению тоже может перейти совсем на другой уровень, чем вы ожидали. Например, вы можете осознать, насколько всё-таки для вас важна ваша семья, ваши родные, ваши родители. И вы можете переосмыслить, там ли вы находитесь сейчас, где вы хотите быть. Правильно ли вы и тем ли трудом вы зарабатываете себе на жизнь, дорогие близнецы. И вообще хотели ли бы вы в ближайшие 20 лет вот находиться здесь же на этом месте, работать в этой же сфере и зарабатывать столько же, сколько вы получаете сейчас. Конечно, эти вопросы, они нуждаются в таком глубоком переосмыслении в день солнечного затмения. Подумайте о ваших привязках, о ваших зависимостях, от чего вам нужно избавляться. И, конечно же, научитесь отпускать. И особенно болезненно для вас это будет тема, что нужно научиться не привязываться к деньгам. Но в любом случае, это солнечное затмение многим из вас всё-таки принесёт улучшение и прежде всего улучшение вашего финансового положения. В это время, вот в день затмения можете приобрести для себя красный кошелёк и начать пользоваться им сразу после затмения. начиная с 22 июня. В доме обязательно, дорогие близнецы, приберитесь, поставьте живые растения, желательно в горшках растения или же большое одно красивое растение. И надевайте украшения, если у вас, конечно, они есть с драгоценными камнями. Вот с любыми камнями это будет вашим оберёгом. Лёгкого коридора затмений вам, дорогие близнецы, и удачи! Раки и те, у кого асцендент находится в знаке Рак. Но, дорогие Раки, это солнечное затмение происходит в вашем знаке, в вашем первом доме, поэтому вы, конечно же, должны прежде всего ориентироваться на какие-то большие, такие важные перемены в своей жизни. Уже период ближайших к затмению недель, он мог быть очень-очень нервным для вас, и у вашей жизни уже что-то могло происходить. У кого-то это было недоверие, возможно, чувство собственности, кто-то испытывал напряженность, возможно, ревность, и вот было желание, было желание у кого-то порвать с людьми, которые просто не оправдали ваших надежд. Но, опять же, дорогие Раки, не забывайте, что это прежде всего ваши эмоции. Решение нужно всегда все-таки принимать с холодным рассудком. И затмение неподходящее время для этого. Будьте очень осторожны сейчас, потому что это ваше эмоциональное поведение, оно может привести вас к окончательным разрывам. это последнее солнечное затмение в этом цикле, в вашем знаке Зодиака, дорогие Раки, скоро вы вздохнете. И вот это затмение даст вам такое важное понимание себя как личности. Скорее всего, что вы уже прошли такой сложный путь за последние несколько лет и поняли, поняли, какие ваши желания вам нужны, какие желания истинные, вы наконец-то поняли сферу своих интересов и поняли свои истинные ценности. Сейчас подойдет к концу ваш двухлетний этот трансформационный цикл, во время которого могли происходить различные события в вашей жизни, которые меняли вас. И не только меняли, но они уже существенно повлияли на вашу Личность. И это затмение начнет для вас совершенно новый цикл. Поэтому сейчас окончательно уже отойдет в прошлое все то, что вам не нужно, дорогие раки, и вы должны это понимать. Возможно, что будут какие-то судьбоносные события, судьбоносные решения происходить в вашей жизни. Для кого-то это будет встреча, встреча судьбоносная, например, вашего будущего избранника, супруга, супруги. Для кого-то это будет беременность, у кого-то может быть помолвка, развод, новая работа, переезды и вообще любые события, поскольку это первый дом, который затронут именно вас. Эти трансформации и эти перемены они могут коснуться вашей личности и вообще всей вашей жизни. Прежде всего вам, дорогие раки, конечно же, нужно задуматься над тем, кем вы стали за это время, кем вы хотите быть, хотите ли вы продолжать вот этот путь, которым вы идете уже много лет, вообще, хотите ли вы продолжить этот путь в ближайшие 19 лет. Подумайте, что вы уже сделали для того, чтобы стать тем, кем вы являетесь сегодня. Что бы вы хотели продолжить, в себе улучшать, что бы вы хотели изменить в себе, измениться в лучшую сторону, над чем бы вы еще хотели поработать и вообще какие качества характера вы хотели бы улучшить, в каких сферах жизни вы нуждаетесь, где вы хотите, чтобы у вас произошло улучшение, или же какие привычки, ваши привычки, качества вашего характера, они помогают вам или мешают, и вам нужно от них избавиться. Подумайте над своим эгоизмом или наоборот, над заниженной самооценкой, если у вас такая, и, конечно же, задумайтесь над тем, как вы можете меняться внешне, внешне, физически, и поменять состояние своего здоровья. Возможно, что нужно выйти уже на этот новый уровень в ближайшие 20 лет и стать совершенно кем-то другим или тем, о ком вы так давно мечтали, кем вы хотели стать. Вот сейчас у вас по этому затмению появится еще один шанс. Шанс начать что-то для себя, что-то очень личное, что-то очень важное для вас, чтобы стать более независимым и жить в гармонии с самим собой. Ориентир для вас, дорогие раки, идите прежде всего туда, где вам хорошо, где вы чувствуете безопасность для себя, где вы будете чувствовать комфорт и защищенность. И, конечно же, пользуйтесь. Все предложения, которые будут появляться у вас, все возможности, вы должны ими воспользоваться, чтобы исправить свою жизнь. То, что постоянно сталкивается у вас с препятствиями, там, где все время возникают проблемы, переживания, стресс, вот эти темы, конечно же, нужно оставить в прошлом, их нужно решить. И, конечно, дорогие раки, помните, что перемены, они для кого-то могут быть болезненными, но вы должны понимать, что все делается для вас, все делается к лучшему. В день затмения достаньте свою фотографию, дорогие раки, ту фотографию, которая вам очень нравится. на которой вы хорошо выглядите, на которой вы счастливы, и поставьте ее на видное для себя место. Сейчас начинается ваш астрологический год, и это, конечно, волшебное время, поэтому не забудьте загадать желания, особенно в этот день, поскольку день солнцестояния, и вообще ставьте перед собой самые высокие цели, составляйте планы на будущее, и будьте уверены, что сейчас вам будет сопутствовать удача. Это ваше время, дорогие раки. Все, что будет уходить из вашей жизни, не держите, отпускайте, это значит, что это не ваше, и вам это не нужно. Ну, а в затмении, если у вас есть украшения из металла, можно без камней, вот оденьте их, это будет вашим оберегом, и старайтесь, чтобы больше людей называло вас полной формой вашего имени. Вообще, когда представляетесь и знакомитесь с людьми, представляетесь полным вашим именем. Ну, что же, легкого коридора затмений вам, дорогие раки, и, конечно же, удачи. Львы и те, у кого асцендент находится в знаке Лев. Дорогие львы, это солнечное затмение 21 июня произойдет в вашем 12 доме, и это, конечно, говорит нам о том, что пришло время для того, чтобы прояснилась или завершилась какая-то ситуация, какой-то этап или какой-то проект в вашей жизни. 12 дом считается самым таинственным, самым запутанным домом астрологии. Это тайны, это изоляция, дом прошлого, больниц, дом благотворительности, дом завершения и дом дальних земель, дом нашего подсознания. И, конечно, это затмение, оно очень важно. Важно для того, чтобы вы разобрались со своим прошлым, с вашими внутренними переживаниями, с вашими эмоциями, дорогие львы. Сейчас вы можете и подумать, и проанализировать все эти ощущения, сами, например, поработать над собой, но также кто-то из вас может обратиться за помощью к психологу, к торологу, к астрологу. Постарайтесь все-таки разобраться, какие же секреты храните вы сами, какие секреты хранит ваше подсознание. Возможно, что это какие-то детские эмоциональные травмы, которые просто мешают вам двигаться вперед, и пришло время наконец-то с ними распрощаться. Если есть какие-то старые обиды, то пора разобраться с ними и забыть. И вот здесь вам могут помочь различные медитации. Конечно, это затмение не самое простое для вас. Вблизи этого затмения возможно, что у вас уже происходили какие-то довольно сложные ситуации, в которых вам очень было тяжело сделать выбор или будет тяжело сделать выбор. Но хочу вам напомнить, что сейчас лучше не принимать каких-то важных решений. Подождите. хотя бы пока закончится летний коридор затмений. Ну, до 13 июля. Это затмение все равно будет иметь для вас оздоровительный эффект. И как в прямом смысле, так и в переносном смысле. Это солнечное затмение подведет итоги. Итоги вашего духовного развития, вашей внутренней трансформации, которые уже происходили в вашей жизни последние вот два-два с половиной года. И вот сейчас этот период подходит к концу. Это время заканчивается. Это время одиночества, дорогие мои. И многие из вас сейчас могут получить результат этой долгой работы над собой. Сейчас вы уже почувствуете, что вы стали намного мудрее, вы выросли, вы стали сильнее. Вы уже способны на многое, и все это благодаря именно вам. Может разрешиться то, что давно вам не удавалось разрешить, и сейчас какая-то неожиданная информация, неожиданные новости могут прийти к вам, и вы поймете, кто есть, кто наконец-то, и что происходит за вашей спиной, да то, что было скрыто от вас. Тайное может стать явным, дорогие львы, и вам придется принимать решения по поводу тех людей, которые вас окружают. Но вы сейчас, скорее всего, уже будете готовы к этим переменам, а солнечное затмение, оно еще поможет вам, даст вам эту силу, даст импульс, и откроет для вас новые возможности. Может быть, конечно, придется что-то менять в своей жизни, поменять какие-то свои планы, от чего-то отказаться, но, как я сказала, какие-то события, они уже начали происходить в вашей жизни, но вот сейчас внезапно могут появляться новые шансы. И сейчас вы можете понять, дорогие львы, если что-то будет легко продвигаться в вашей жизни, то, конечно же, вот этими возможностями вы должны воспользоваться, то, что будет появляться легко. Ну, а если вы заметите, что что-то идет не так, что-то не двигается, и все время приносит вам поддержки, потери, то, конечно же, это означает, что от этого нужно отказаться окончательно. Если вы сейчас это не сделаете добровольно, то это произойдет принудительно в вашей жизни. Это период, когда пришло время отдавать. Подумайте, дорогие львы, что вы можете отдать другим? Кому вы можете помочь? Помочь просто так. Ну, например, помогите бездомным, помогите приютам с животными, ну, хотя бы привезите сюда корм. Вообще вы можете просто покормить бродячих котов или собак на улице, это же несложно. Или внесите куда-то свои пожертвования, ну, хотя бы пожертвуйте на храм, пожертвуйте людям, которые просят у вас подаяния. У многих из вас, дорогие львы, вот по результатам этого затмения появится возможность наконец-то больше отдыхать, работать дома, работать каким-то вахтовым методом, или это может закончиться в вашей жизни. Для кого-то из львов наконец-то закончится чувство одиночества, пройдет этот период. Ну, а кому-то вот это затмение солнечное в раке для кого-то станет просто таким триггером для эмиграции в другую страну. Конечно же, это время, когда нужно поразмыслить, понять, дорогие львы, насколько в вашей жизни соблюдается баланс, баланс материального и духовного. Всего должно быть достаточно. Переосмыслите свою жизнь, переосмыслите свое отношение к материальным вещам и поймите, насколько вы к ним привязаны или насколько вы зависите от них. Конечно же, большой вопрос станет перед теми львами, кто давно задумывался об эмиграции или переезде. Вот поймите, дорогие львы, проанализируйте свою жизнь, насколько же вы счастливы в том месте, в котором вы живете или пришла пора что-то менять. Возможно, вы уже давно хотели уехать из этого города или переехать в другую страну или в другое место в вашей стране. И это означает, что пришла пора это сделать. Пришла пора решиться. Подумайте о занятиях йогой, медитацией. Вот это очень хорошо для вас сейчас. Возможно, что пришло время заняться духовными практиками. Это может быть также не только медитация, это может быть таро, астрология, психоанализ или что-то такое, о чем вы очень давно мечтали. Ну, конечно же, это время, двенадцатый дом дом завершения. Это означает, что от чего-то придется отходить осознанно. Ну, например, прощаться с какими-то вредными привычками, прощаться с какими-то болезнями, с установками, которые мешают вам идти вперед. И, конечно же, дорогие любые, будьте внимательны к своему здоровью, берегите себя. Это двенадцатый дом. И если вы заболели вот в ауре этого затмения, то это признак ослабления вашей энергетики. Это потеря. Потеря вашей ресурсности, ресурсности, извините. И это означает, что вам нужно больше отдыхать, больше уделять себе времени и, конечно же, уделять время своему здоровью. Не давайте и не берите взятки в этот период. Вы можете попасть в очень неприятные ситуации, которые могут затянуться на долгое время. Обязательно избегайте жалости к себе и прощайте другим людям их слабости. Может быть, что у вас будет не совсем хорошее настроение, но это всё пройдёт. Это дом завершения. И вот по этим затмениям у вас заканчивается цикл в вашей жизни и начинается совершенно новый. Поэтому, если сейчас что-то будет уходить из вашей жизни, отваливаться из вашей жизни, не держите это. Это вам больше не нужно. Это просто расчищается путь для чего-то нового, для чего-то важного для вас. И, конечно же, больше медитируйте, давайте себе время побыть одному, откажитесь от алкоголя в это затмение и носите удобную обувь. Позаботьтесь об обуви и даже заботьтесь об ней до осени, весь период летний. Ну что же, лёгкого коридора затмений вам, дорогие львы, и, конечно же, удачи. Девы и те, у кого асцензент находится в знаке Дева. Дорогие Девы, это затмение 21 июня произойдёт в вашем 11 доме. 11 дом — это ваши отношения с друзьями, отношения в коллективе, в социальных группах, и вот всё это будет проходить своеобразное тестирование. 11 дом — дом друзей, единомышленников, социальных связей, удачи, побед, работа в интернете — это тоже 11 дом. И это затмение 21 июня некоторым из вас может принести прежде всего перемены сюда. Это перемены ваших планов, и кому-то даже это может быть принесёт разрушенные надежды. Всё, о чём вы могли мечтать, мечтать последние года, последние 2,5 года или даже дольше то, что вы планировали когда-то в своём прошлом, но вот эти энергии этого затмения, они кому-то из вас могут не принести эту удачу. И вы сейчас можете не получить то, что вы хотели, но это будет не для всех. У кого-то могут быть огорчения, у кого-то ссоры с вашими друзьями, с партнёрами, могут быть обманы, или просто самообманы в ваших отношениях. Ну, конечно, не стоит переживать, не нужно отчаиваться, потому что всё, что происходит в вашей жизни сейчас, уже с мая по июль 2020 года, это происходит к лучшему. Вас, дорогие девы, ждут большие перемены, перемены в социуме. Здесь произойдёт полная ревизия вашего круга общения и на место каких-то токсичных людей, токсичных, ненужных личностей к вам придут уже новые и достойные люди. У многих произойдёт смена статуса, это может быть повышение на работе, новая лучшая работа, кому-то могут поступить предложения, которые тоже выведут вас на новый уровень, ну, а также могут приходить долгожданные новости. Особенно удачливы будут девы-блогеры, все, кто работает в интернете, у кого есть свой бизнес через интернет, кто ведёт какие-то социальные сети, кто выступает на публику. Вот здесь число ваших подписчиков с этого затмения, число поклонников, оно может вырасти. Ну, а также это одиннадцатый дом, поэтому затмение может принести кому-то беременность или даже третий брак. Но для вас пойдёт проверка, дорогие девы. И вы сейчас будете проходить такой экзамен. Вы поймёте, кто ваш истинный друг, с кем ваши интересы всё-таки расходятся. В этот период вам самим нужно будет пересмотреть и расставить приоритеты во всех ваших проектах. Вам нужно будет понять, кто находится рядом с вами, в каких делах вы принимаете участие, вообще нужно ли это вам. И получаете вы от этих дел то, что вы желали получить. Конечно же, это время, когда от каких-то связей, от каких-то дружеских связей придётся отказаться. Здесь возможны ссоры, разрывы с друзьями и подругами, которые будут происходить. они будут происходить всерьёз и надолго. Но это всё по большому счёту для вас пойдёт вам только на пользу и будет иметь позитивный эффект. По 11-му Дому гороскопа конечно же проходит интернет. И если вы работали над каким-то онлайн проектом, работали в интернете, то сейчас к вам может прийти и успех, и популярность. Вот могут появиться подписчики. Вас могут принять в какое-то интернет-сообщество, в новое, и признают этим как раз все ваши достижения, ваши заслуги. Но мир будет меняться, дорогие девы, и он меняется сейчас. И вы тоже должны понять, что вы должны учиться чему-то новому, осваивать какие-то новые гаджеты, новые программы. Вам без этого уже не обойтись. И вот здесь жизнь как раз даст вам такой шанс показать свои таланты именно в группах работы с другими людьми. Вы, дорогие девы, слишком критичны, вы слишком скромны, вы зажаты, а пришло время наоборот блеснуть своими талантами, блеснуть талантами в группах, среди друзей. Начните участвовать в каких-то социальных проектах. Это может быть любой проект, проект в интернете, это может быть сообщество, форум. если вы не знаете, не хотите нигде участвовать, создавайте свои проекты. Берите вашего друга или подругу и строите свои социальные проекты, в котором соберется группа людей, у которых будут общие интересы, и вы со всем справитесь, поверьте. Затмение произойдет в 11 доме, а 11 дом это наши желания, наши мечты, наши амбиции, и возможно, что многие из вас уже много лет стремились к независимости. Но по каким-то причинам до сих пор все-таки ничего не сделали для этого. Если вы уже взрослый человек, и вам все еще материально помогают ваши родители, если вы от кого-то зависимы, то это очень плохой знак, дорогие девы. Вы должны стать более самостоятельными и сделать это уже сейчас. Проанализируйте все, что вы делаете для того, чтобы ваши мечты сбывались в жизни. Возможно, что уже пришло новое время для того, чтобы начать что-то новое, для того, чтобы наконец-то побороть свои страхи и начать развиваться. Подумайте, насколько вас удовлетворяют ваши достижения, то, что вы достигли. Вообще получаете ли вы от них удовлетворение? удовлетворение от того, что вы делаете, как вы зарабатываете себе на жизнь и как вы ведете свои дела, как вы общаетесь с друзьями, как вы ведете свой бизнес? Вот по этому солнечному затмению даже те девы, кто вообще никогда не рассматривал для себя возможность заработка в интернете, сейчас вы можете по-другому посмотреть на эту ситуацию, могут открыться какие-то новые возможности для вас, могут прийти новые новости, и вы начнете что-то делать и продвигать ваши проекты в интернете. Конечно же, это время, когда некоторым из вас нужно будет пересмотреть, пересмотреть свое отношение к авторитетным личностям, к уважаемым людям, которые выше вас по статусу. Но посмотрите на ваших друзей, кто помогает вам, кто всегда рядом с вами, кто поддерживает вас, дорогие девы, кто помогает вам раскрыть ваши таланты, а кто не делает ничего, кто просто паразитирует на вашем труде. Вот те, кто оказывает вам всегда поддержку, вот это ваши настоящие друзья и ваша настоящая опора. Сейчас вы должны будете расстаться с этими паразитами, которые просто пользуются вами в вашей жизни, и объединиться с теми, у кого такие же интересы, как у вас. По этому затмению, дорогие дела, постарайтесь оказать помощь чужим детям. Это любые пожертвования, пожертвования в детский дом, или просто вы можете отдать какие-то вещи вашей знакомой, как соседке для ее ребенка. И обязательно в коридоре, в летнем коридоре затмения не сидите в темноте, не сидите при свечах. Пусть в вашем доме горит свет, пусть будет больше света. И конечно же вам нужна особая осторожность с электроприборами и с домашней техникой в это время. Постарайтесь не ссориться с друзьями, с вашими зятями, с невестками, и не давайте деньги в долг. Вот из-за этого у вас могут возникнуть конфликты и ссоры. Легкого коридора затмений вам, дорогие девы, и удачи. Весы и те, у кого асцендент находятся в знаке весы. Дорогие весы, затмение 21 июня произойдет в вашем 10 доме. И конечно оно может принести очень важные перемены в то, что касается вашего социального статуса. Это и вопросы вашей карьеры, работы, ваших профессиональных успехов, но не только этого. Это также те роли, которые мы хотим сыграть в своей жизни, к которым мы стремимся. Ведь кто-то из нас хочет быть большим начальником, а кто-то наоборот хочет быть хорошей женой, матерью, хорошей хозяйкой. И вот наша социальная роль, она меняется. Она меняется не только когда мы занимаем какой-то пост, какую-то должность, но и тогда, когда мы становимся родителями, мужьями, женами, бабушками или дедушками, наша социальная роль опять меняется. И это затмение в раке даст многим из вас, дорогие весы, новую возможность, новый импульс. Это такое новое начало, которое переменит ваш социальный статус, ваше общественное положение или вашу репутацию. Вот наконец-то эта трансформация вашего десятого дома, дома карьеры, работы, статуса, наконец-то подходит к завершающему концу. Здесь перемены у вас происходили уже последние два с половиной года. Обратите внимание на характер этих перемен, которые уже происходили, какими они были. Конечно же, это хороший знак, если у вас не было конфликтов с начальством, если вас ценили на работе, если вас оценивали по достоинству. И если вы работали над этим два с половиной года, то, конечно же, сейчас вы можете получить этот заслуженный результат. И чем больше вы над этим работали, чем больше усилий вы сюда вложили в достижение своей мечты, тем масштабнее сейчас может быть успех. Кто-то может поменять работу, кто-то может поменять рабочий режим, могут меняться условия вашей работы, вашего контракта условия могут меняться, ну а кто-то здесь по этому солнечному затмению поймет, что он хочет работать на себя, что он хочет начать собственный бизнес. Это хорошее время, поэтому обязательно старайтесь себя рекламировать, продвигайте себя всеми способами и конечно заявляйте о себе. Многие из вас, дорогие весы уже сейчас испытают от всего этого такое моральное удовлетворение и вы наконец-то можете почувствовать, что все, над чем вы работали, все ваши труды, все ваши усилия, жертвы, они были не зря. Это солнечное затмение может привести в вашу жизнь нового и влиятельного человека, статусного человека, поддержка которого в вашей жизни будет играть очень важную роль. Вас могут ждать и новые предложения по этому затмению и какие-то возможности, например, начать свою карьеру, получить повышение, получить премии, получить добавку к вашей зарплате, а также вот здесь каким-то образом создать для себя подушку, подушку для своей экономической безопасности. Ну, конечно же, вам самим вам тоже нужно переоценить сейчас то, чем вы занимаетесь сейчас. Вообще нравится ли вам ваша работа, ваша профессия, ваша деятельность и хотели бы вы заниматься этим еще следующие 19 лет? Обязательно подумайте, переосмыслите свой статус, подумайте над своим положением в обществе, все ли вас устраивает, кто вы, дорогие весы, кем вы являетесь, подумайте над планами на ваше будущее, подумайте о новых планах, о новых высотах, о своей карьере в конце концов и о том, как вы к ней относитесь. Подумайте над тем, кем бы вы хотели стать спустя 20 лет, что у вас думают другие люди, например, как о профессионале, потому что это время, когда пришла пора достигать. Начните ставить перед собой цели, новые планы, например, если вы хотите получить какую-то должность, то делайте что-то для этого, проходите обучение, проходите курсы повышения квалификации, занимайтесь этим. Можно задуматься, например, о переходе в другой отдел, возможно, там у вас будет больше возможностей, или даже на другую работу, если вас это не устраивает или не дает вам этого карьерного роста. Если вы хотите достижений в бизнесе или в карьере, то, конечно же, опять же, ищите пути реализации. Это и обучение, и протекция, какие-то связи. Здесь все вам пригодится. Если хотите выйти замуж или, наоборот, развестись, то работайте в этом направлении. Не разбрасывайтесь энергии. Определитесь, что вы хотите, установите для себя приоритеты, и тогда уже четко планируйте, как вы будете двигаться дальше, как вы будете это достигать. И, дорогие весы, не ждите пинков от судьбы, а сами, сами намечайте эти планы и перспективы, работайте над этим. так же это время, это затмение, дорогие мои, обязательно, если вы были в ссоре с вашим отцом, если у вас там есть какие-то сложности, постарайтесь наладить ваши отношения, поговорить, поговорить с вашим отцом. Имейте в виду, если вы сейчас почувствуете и увидите, что окружающие люди отворачиваются от вас, что вы приносите окружающим какое-то беспокойство, вносите напряжение в их жизнь, то это означает, что в вашей жизни проявляются препятствия и проблемы, дискомфорт, ограничения, что это влияет и на вашу жизнь, и вы должны это обязательно устранить. Ну а в целом это солнечное затмение в десятом доме, конечно же, будет призывать вас всех стать взрослыми и избавиться от какой-то инфантильности, от детского восприятия. 21 июня, дорогие весы, украстьте обязательно ваш дом. Это может быть венок со свечами или какая-то праздничная композиция. Вот сделайте это, сделайте что-то для вашего дома. Удачи вам! Легкого коридора затмений, дорогие весы! Скорпионы и те, у кого асцендент находятся знаки Скорпионы. Дорогие Скорпионы, это солнечное затмение 21 июня произойдет в вашем девятом доме. Девятый дом это дом философии, это дом высшего образования, путешествий в другие страны, это и переезды, и смена жительства за границу. И самое главное, что вот по этому солнечному затмению будет происходить перемены в вашем мировоззрении, в ваших убеждениях, в вашем менталитете, дорогие Скорпионы. Ну, например, это может быть связано у кого-то с получением высшего образования, и после этого вы начнете смотреть по-другому. У кого-то это может быть связано от какого-то потрясающего путешествия, которое может полностью перевернуть ваш мир, от того, что вы обретете веру или овладеете какими-то духовными практиками, или же от знакомства с иностранцами, с другими странами, другими культурами. Сейчас вы можете получить очень важное предложение, и это предложение может приходить от людей, которые находятся далеко от вас. И вот это предложение, оно может полностью трансформировать вашу жизнь и изменить и ваш круг общения, и даже среду вашего обитания. Если у вас, особенно последние два с половиной года, были какие-то юридические тяжбы, были затяжные суды, или вы очень долго оформляли какие-то документы, долго не могли выехать за границу, ожидали ответа по какому-то важному юридическому вопросу, ждали визу, паспорт, грин-карту или что-то подобное, то вот будьте уверены, что после этого затмения все он начнет двигаться вперед и вы уже очень скоро получите тот результат, который вы ожидали. Ну а также особый успех будет ожидать тех скорпионов, кто будет поступать в высшие учебные заведения или тех, кто будет планировать обучение за границей. Все, что связано с за границей, с иностранным языком, иностранцами для вас вот здесь будет иметь благоприятный результат. И сейчас еще не поздно построить какие-то новые планы, если они у вас менялись, допустим, из-за карантина, из-за того, что границы были закрыты. Но вот вблизи этого затмения, конечно же, лучше не отправляться в путешествие и не начинать что-то новое, что-то важное. У некоторых скорпионов могут открыться возможности, ну, например, продвинуться в научной деятельности, в преподавательской, в юридической деятельности, а также в международном сотрудничестве, в туризме. Вот пользуйтесь этим. Поэтому затмению очень многое в вашей жизни вообще может измениться. И это может произойти, например, благодаря переменам в каких-то законах или каких-то судебных решениях, которые вы получите. Ну, а также людям, которые связаны с юриспунденцией или люди, которые обладают властью, вот из-за них у вас может что-то поменяться в вашей жизни. Благодаря каким-то официальным инстанциям, благодаря, возможно, религии, которой вы можете увлечься, и благодаря иностранцам у вас тоже могут происходить большие перемены в вашей жизни. Возможно, для кого-то это будет знакомство или даже заключение брака с иностранцем, переезд за границу, и овладение иностранным языком. Но это время для вас, дорогие скорпионы, чтобы вы задумались, задумались над тем, как путь в духовности, какой путь в духовности вы уже прошли, и что вы сделали самостоятельно. Задумайтесь, что такое карма для вас, что такое судьба, и вот как они влияют на нашу жизнь. поразмышляйте, правильно ли вы двигаетесь вперед в том направлении, и вообще какие методы вы используете для того, чтобы достичь свое духовное развитие. Возможно, как я сказала, придется задуматься некоторым из вас сейчас о переезде, об эмиграции в другую страну, или вы уже сами долгое время мечтали об этом и понимали, что вы находитесь не на своем месте. Это не ваша страна, это не ваш город, в котором вы хотели бы быть и о которой вы мечтали. Ну вот подумайте, возможно, что ближайшие 20 лет вам предстоит уже находиться совсем в другом месте, в другой стране. Обратитесь прежде всего к своей философии в жизни. Подумайте, правильная ли она для вас, какие отношения у вас с Богом, дорогие скорпионы, вообще, что вы о нем думаете и верите ли вы в него? Какая религия вам ближе всего? Или, может быть, вы отрицаете любую религию и вы хотите быть таким одиноким странником? Ну вот, результаты этих размышлений, которые вы можете получить в это затмение ум, может как раз, они могут вам дать этот успех, это счастье и даже удачу. Если вы в разводе, дорогие скорпионы, то подумайте сейчас, возможно, пришло время уже задуматься о повторном браке. Кто-то в это затмение может получить известие о том, что у вас появились внуки или вторая беременность, или вы просто сейчас больше станете участвовать и заниматься вашими внуками или даже правнуками. Но во всем сейчас для вас будет важен очень ваш душевный настрой, как вы сами себя настроите. поэтому, дорогие скорпионы, действуйте во всем по совести, и это будет вашим лучшим оберегом. Удачи вам и легкого коридора затмений. Стрелец и те, у кого асцензент находится в знаке стрелец. Дорогие стрельцы, затмение 21 июня произойдет в вашем восьмом доме. И, конечно же, прежде всего будет влиять и принесет перемены в ваше финансовое положение. Речь идет о деньгах, которые вы не зарабатываете сами, но которыми вы все-таки можете воспользоваться. Восьмой дом это все, что касается чужих денег, больших денег, что касается налогов, банков, страхования, это различные пособия, какие-то социальные выплаты, это наследство, это интим и опасная ситуация, это дом кризисов и дом травм. Вот здесь могут происходить перемены. Это будет завершение каких-то процессов и открытие новых возможностей. Во-первых, это солнечное затмение в раке, оно многим из вас, дорогие стрельцы, поможет обрести эту финансовую независимость. Например, вы можете закрыть какой-то кредит, отдать долг, получить какие-то выплаты на вашего ребенка, это могут быть алименты, или же вы можете получить наследство, деньги по завещанию. И вот это все может помочь вам, например, открыть свой бизнес. У вас могут появиться новые шансы, благодаря тому, например, что ваш муж или ваша жена начнет работать или начнет больше зарабатывать. Возможно, что кто-то даже получит кредит, но сейчас это нехорошее время и начнет использовать ресурсы, ресурсы банка или ресурсы вашего делового партнера. Ну а также, конечно же, будут такие стрельцы, которые по этому затмению могут решить порвать сотрудничество с кем-то и вообще закончат свой бизнес, продадут свою долю. По этому затмению будут такие стрельцы, которые могут получить крупную сумму денег или заключить очень выгодный для себя контракт. Или же вы сами можете дать деньги кому-то в долг и дать их на очень выгодных условиях, когда деньги будут приносить вам доход. Кто-то может сменить партнера по бизнесу, кто-то поменяет сексуального партнера, поскольку восьмой дом дом интима. Или же сюда принесет серьезные перемены. Перемены в эти отношения. Ну, вы начнете теперь серьезные отношения с вашим интимным партнером. Или начнете жить вместе. Или наоборот, вы решите их закончить и расстаться. Это время, когда вы можете узнать какую-то скрытую от вас ранее информацию. И вот эта информация, она очень сильно повлияет на вас, на вашу жизнь. Но это очень хорошее время для того, чтобы поработать с психологом над своими страхами. И особенно вот если вы над ними уже работали в последние годы, то сейчас вы можете получить очень хороший результат. Или же вы пытались отказаться от каких-то вредных привычек, работали над этим. Возможно, долгое время вы пытались бросить курить, и у вас все время это не получалось. А вот здесь это может наконец получиться. Будьте обязательно внимательны. Это затмение может принести вам зачатие. Здесь могут быть беременности. Ну, а также дорогие стрельцы, это время означает для вас то, что пришло время расставить приоритеты во всех темах восьмого дома. Пересматривайте свои кредиты, пересматривайте свои долги, делайте все, чтобы их закрыть. И вообще научитесь не брать деньги в долг, а вкладывать ваши деньги, инвестировать и зарабатывать на этом. Вы должны понять, что пускать свое наследство на погашение долгов, конечно, это не лучший способ для того, чтобы вкладывать свои финансы. Начните работать, работать на то, чтобы деньги приносили вам доход. Ну, конечно, можно организовать какой-то бизнес, где вы будете использовать чужие деньги, только вы должны продумать вот все риски досконально. но также это время, когда вопросы страховок, они тоже могут быть очень актуальны для вас. Вообще было бы хорошо, дорогие мои, застраховать и ваше имущество, и ваше здоровье, дорогие стрельцы. Подумайте, подумайте об операции, особенно если вы тянули время последние два года, у вас были какие-то заболевания, вот может быть пришло время решиться на какую-то хирургическую операцию, проанализируйте и найдите хорошего хирурга, начните интересоваться этой темой. Восьмой дом, поэтому риск травм, риск конфликтов для вас, конечно же, повышен, вы должны быть очень аккуратны за рулем. Но еще затмение предложит вам окунуться в себя, заглянуть вовнутрь. Сейчас кармическая загруженность, неправильная карма, она будет проявляться у вас через проблемы, через конфликты, через стресс, поэтому смотрите, что происходит в вашей жизни. И если у вас все хорошо, если эти все дни, они проходят для вас спокойно, гармонично, то это, конечно же, говорит о том, что у вас все прекрасно, что вы двигаетесь в правильном направлении. Главное, чтобы беспокойство и стресс не приходили к вам через долги, через ваши кредиты, через какие-то обязательные выплаты, которые вам надо выплачивать, или через вопросы наследства. Ну а если в затмении вдруг вы получите какую-то травму, я надеюсь, что это не произойдет, или произойдет какая-то хирургическая операция, то это, конечно, знак для вас, и с этим нужно разбираться. Так же, как если будет по этому затмению получение известия, ну, например, о чьей-то смерти, то это тоже для вас знак. В это затмение вы должны будете пересмотреть, пересмотреть свое отношение и к жизни, и к смерти, потому что в это затмение можно очень хорошо повлиять на продолжительность своей жизни. Подумайте, возможно, что вам нужно изменить ваше поведение. Вот если вы сейчас сможете все переосмыслить, вот именно в эти дни, то таким образом вы сможете очень улучшить свою жизнь. Подумайте над сакральной темой, это эзотерика, например, религия, в которую вы давно хотели углубиться, но стеснялись, боялись, запрещали себе. Подумайте, что вы еще хотели бы познать, куда бы вы хотели углубиться, и что бы вы еще хотели узнать об этом непростом мире. Конечно же, это время, когда вам нужно переосмыслить свое отношение к сексу, к сексуальному партнерству. Вот здесь тоже могут происходить большие перемены, и трансформации в вашей жизни, которые могут происходить на ближайшие 20 лет даже. Будьте внимательны, будьте внимательны, дорогие стрельцы. Берегите себя, берегите свое здоровье, удачи вам и легкого коридора затмений. Козероги и те, у кого асцендент находится в знаке Козерог. Дорогие Козероги, затмение 21 июня произойдет в вашем седьмом доме, а это дом отношений, дом брака, дом партнерства. И, конечно, ваши партнерские отношения, любые отношения, это и личные, и деловые, они станут ведущей темой этого солнечного затмения. У многих из вас, дорогие Козероги, перемены здесь, в седьмом доме, уже происходят последние два с половиной года. И вот это солнечное затмение подведет итог в сфере ваших партнерских отношений. Те процессы, которые происходили в ваших взаимоотношениях с другими людьми, они или сейчас подойдут к завершению, или же они перейдут на новый уровень и будут продолжаться, но уже в другом качестве. Например, если у вас очень сложные отношения с вашим супругом или супругой, то вот это затмение в раке, оно для вас может стать таким триггером развода. Но если вы давно состоите в любовных отношениях, но ваши отношения не оформлены, то возможно, что вы примете решение вступить в брак. Но сейчас вы уже точно будете знать, быть или не быть, что вы хотите делать, жениться или разводиться, и вообще нужен ли вам этот партнер, который у вас сейчас есть. Многие козероги выйдут на новый уровень отношений. Это вы можете получить предложение руки и сердцу, или же, как я сказала, вы решите, что вы сейчас съедетесь вместе. Одинокие козероги вы можете встретить партнера, судьбоносная встреча может произойти. Но также это затмение может повлиять на вашего партнера, на работу вашего партнера и на его доходы. Сейчас вы можете найти партнера для своего бизнеса. В это же время у вас будут появляться новые возможности по этому затмению. Например, перейти на другую работу, которая будет лучше предыдущего. Затмение принесет и новую энергию, и новые возможности. Это новый виток для того, чтобы развивать себя в каких-то отношениях. И это всегда одна из самых важных сфер в нашей жизни, в жизни любого человека. Обязательно по этому затмению, дорогие козероги, посмотрите на ваш брак, если он у вас есть, на ваши отношения. Вот что вас здесь не устраивает? Вообще на чем построены ваши отношения? Что в них мешает? Что в них не так? И решите эти проблемы сейчас, для того, чтобы вы могли вывести ваши отношения на новый уровень, для того, чтобы вы просто могли их продолжать. Обязательно проговаривайте с партнером все, что нужно изменить в ваших отношениях. Сейчас будет формироваться такая дальнейшая основа ваших супружеских отношений на целые 20 лет. Поэтому не тяните все на себе, дорогие козероги. Учитесь слушать другого, работайте в паре со своим партнером, учитесь не потерять свои интересы, но все-таки учитывать интересы другого человека, слышать своего супруга, свою супругу. И обязательно переосмыслите свое отношение, то, как вы относитесь к вашему мужу или к вашей жене. в целом к супружеской жизни, к семье, к партнерским отношениям и к этим требованиям, которые у вас есть к вашему партнеру. Поразмыслите над тем, что вы отдаете в этом партнерстве и что вы получаете. И вообще, есть ли между этой отдачей, между этим знак равно, потому что все должно быть в равновесии, здесь должен быть баланс. вы должны получать ровно столько, сколько вы вкладываете в эти отношения. Возможно, от каких-то привычек, от каких-то черт характера вы хотели бы избавиться, отказаться, но особенно от чего-то такого, что кардинальным образом разрушает ваши партнерские или ваши личные отношения, влияет на вашу личную жизнь. Вот подумайте сейчас в это затмение над тем, какие партнерские отношения и какую личную жизнь вы представляете и видите для себя в ближайшие 19 лет. Изменения сейчас могут коснуться вашего социального статуса. Это партнерский бизнес, взаимоотношения с социумом также. И вы должны понять, находитесь ли вы сейчас на своем месте, или же вы все-таки хотите что-то поменять в вашем социальном статусе. Вот именно над этими вопросами вам как раз и стоит поразмышлять 21 июня. И обязательно, дорогие козероги, будьте сдержаны, держите себя в руках, особенно вот в ближайшие дни затмения и после, потому что у вас могут происходить конфликты, которые на самом деле будут иметь очень далекие последствия и возможно даже расставания. Второй стороной конфликт здесь могут выступать и ваш начальник, ваши клиенты, ваш деловой партнер, ваш супруг или супруга, член вашей семьи. Ну вот кроме личных отношений в паре здесь тоже могут проявиться какие-то ваши враги, люди, которые враждебно относятся к вам. Если что-то будет происходить, расставайтесь с теми людьми, которые вам не по пути, потому что чтобы пришло ваши дорогие козероги, нужно дать уйти тем, кто не ваши люди. В затмении постарайтесь украсить в вашем доме окна или в вашей квартире и не забудьте надеть свадебное кольцо, потому что это будет вашим оберегом на этот период. Легкого коридора затмений вам и удачи, дорогие козероги. Водолеи и те, у кого сцензент находится в знаке водолей. Дорогие водолеи, солнечное затмение 21 июня произойдет в вашем шестом доме и акцентирует работу, обязанности, ваши привычки, ваш режим, ваше здоровье. И затмение 21 июня может показать вам на те проблемы, которые есть в вашей работе, проблемы, которые есть в способах вашего заработка, которые вас тормозят, которые не дают вам двигаться вперед, не дают вам развиваться. Поэтому затмение у некоторых из вас могут возникать проблемы, которые будут связаны с вашим здоровьем. Но если это произойдет, то вы должны понимать, что это как раз верный признак того, что вы делаете что-то неправильно и что нужно что-то менять. Пока обдумывайте вашу ситуацию, но не принимайте каких-то таких важных резких движений. Подождите. в это же время у некоторых из вас появится больше новых возможностей на вашей работе. Конечно же, возможно, какие-то кризисные моменты, они совсем не исключены. Например, для кого-то это может быть увольнение или сокращение на вашей работе. Но таким образом вы должны понимать, дорогие водолеи, что вы просто избавитесь от работы, которая не приносила вам ни морального, нематериального удовлетворения. Многие будут заниматься плотно своим рабочим графиком, что-то здесь будут менять, менять режим своего дня, продумывать и вообще улучшать условия своей работы. Может меняться ваш коллектив, или же вы решите теперь работать удаленно из дома. Кто-то избавится от каких-то обязанностей, которые вас утруждали, или же даже вы возьмете на себя новой обязанности, и у вас будет больше работы. Но вы обязательно позаботитесь и о своем питании сейчас, и о качестве питания, и о состоянии здоровья. Вот это затмение как раз все это вынесет для вас на первый план. У многих водолеев может появиться по этому затмению больше свободы в вашей жизни. Например, теперь у вас будет какой-то гибкий график, или вы работать будете из дома, на удаленной работе, у вас появится больше времени. Ну, а также какие-то хорошие перемены могут происходить и с вашими заработками. Ну, не думайте, что сейчас вам не нужно будет вообще работать, не нужно прикладывать никаких усилий для этого, и что вот ваше процветание, ваши успехи, они будут расти без ваших усилий. Нет, такое не случится, дорогие водолеи. Все, что здесь будет происходить, будет, конечно, напрямую зависеть от вас, и вы должны прилагать сюда все свои силы. Подумайте обязательно, поразмыслите, насколько вам важны эти достижения, насколько вам важны те цели, те планы, которые вы перед собой поставили, и подумайте над тем, дорогие водолеи, не идут ли вот эти цели в разрез с вашим состоянием физического здоровья. Возможно, что у вас мало физических сил, и вот это мешает вам, мешает вам столько много работать, мешает вам быть успешными, успешными в других сферах жизни, и это касается также духовной сферы. Обязательно задумайтесь в это затмение над тем, что вы приносите этому миру, что хорошего вы принесли в этот мир, насколько полезна та деятельность, которой вы занимаетесь, которой вы себя посвящаете, которой вы посвящаете свое здоровье и свои силы. Поэтому затмению перемены могут коснуться вашего отношения к деньгам, к долгам, к вашим кредитам, дорогие водолеи, и вообще к различным моментам, когда вы заимствуете чужие деньги. Вот подумайте над тем, готовы ли вы сейчас начать работать над тем, чтобы вы наконец-то рассчитали со своими долгами, с кредитами, или все-таки вы будете проживать вот эти ближайшие 20 лет в зависимости от этих долгов и будете зависеть от них. Обязательно пересмотрите свое отношение к вашему здоровью. Подумайте о том, что ваше здоровье, оно очень важно для вас. Задумайтесь о том, что в вашей жизни существуют недоброжелатели и враги. И вот подумайте о том, как вы к ним относитесь. Затмение даст вам, разрешит вам понять, что пришло время осознать, что ваше тело, дорогие мои, это зона вашей ответственности, и вы сами отвечаете за свое здоровье, и никто другой это не будет делать за вас. Если вы сейчас заболеете в это затмение, то это означает, что вам нужно очень серьезно задуматься о своем здоровье и, конечно же, о профилактике или о лечении. Если вас по этому затмению уволят с работы, то вы должны понять, что это к лучшему. Возможно, сами вы бы с этой работы никогда не ушли, а вот здесь вас подтолкнули к этим переменам. Если у вас есть свой бизнес, если у вас есть какие-то нанятые работники, или же у вас есть работники, которые работают у вас на дому, помогают вам, это няня, уборщица, и вот с ними по этому затмению появятся какие-то проблемы, это для вас тоже сигнал, что эта сфера требует вашего внимания, что здесь что-то неправильно. Но это прекрасное время для того, чтобы вы избавились от вредных привычек, для медицинских осмотров, для профилактики заболеваний, вообще для обращения к врачам. Обязательно проведите уборку дома, дорогие водолеи, и старайтесь правильно питаться, пейте соки, высыпайтесь, и занимайтесь какими-то физическими упражнениями, и в день затмения для вас очень полезна будет баня. Ну и еще, если в этот, в день затмения или после затмения, в течение двух недель к вам приблудится какая-то кошечка или собачка, обязательно берите ее себе, дорогие водолеи, потому что это будет ваша судьба, это будет ваш оберег. Легкого коридора затмений вам и удачи. Рыбы и те, у кого асцендент находится в знаке рыбы. Дорогие рыбы, солнечное затмение 21 июня в Раке, конечно, акцентирует темы любви, детей, творчества, так как оно произойдет в вашем пятом доме. Это затмение внесет ясность, принесет вам какую-то определенность. Важные для вас темы, которые касаются ваших детей, воспитания ваших детей, ваших увлечений, хобби, вашего отдыха и, конечно, любовных отношений, которые вне брака, будут сейчас подходить к завершению какие-то ситуации, которые начались у вас полтора или два года назад. И вот эти ситуации сейчас будут подходить к завершению и будут освобождать место для новых возможностей. Здесь у кого-то в это затмение на фоне конфликта могут завершаться какие-то любовные истории, романтические истории. Ну, а у кого-то наоборот. Вот в это время какие-то отношения, которые у вас были, они могут перейти на новую ступень. И кто-то из вас, дорогие рыбы, вообще будет готовиться к празднику, к свадьбе, например. Но это затмение, оно очень сильно затронет темы любви в вашей жизни. И у некоторых одиноких рыб вот здесь есть большой такой шанс влюбиться в человека. Но лучше, конечно, это делать после 25 июня, когда Венера, планета любви, развернется в прямое движение. И вот этот человек, дорогие рыбы, он очень повысит вашу самооценку и подарит вам множество счастливых моментов. Отношения с этим человеком, они могут быть похожи на такой красивый роман. Важные события, конечно же, здесь, по этому затмению, могут касаться ваших детей или ваших внуков. Но если у вас до сих пор их нет, то вот здесь могут быть какие-то приятные новости о беременности. вообще у рыб может произойти что-то очень важное, что будет связано с вашим любимым делом, с вашим бизнесом, куда вы вкладываете свою душу. Например, вы можете принять решение о том, что вы сейчас откроете свой бизнес, и вот вы будете его растить как собственного ребенка. Если вы ищете новую работу, то здесь тоже есть шанс найти эту работу, и не просто работу, а работу, которая будет вам нравиться, имейте в виду также, дорогие рыбы, что какое-то ваше увлечение, ваше хобби, оно тоже может превратиться в вашу работу. Но в это затмение вам серьезно нужно задуматься над вопросами. Это ваше отношение с вашими детьми, дорогие рыбы. Подумайте о своих детях, о том, какие отношения вы хотите видеть в будущем, чтобы были у вас. Ваши отношения с вашими детьми и вообще есть ли у вашей жизни дети или их до сих пор еще нет. Довольны ли вы отношениями, которые уже сформировались за прошлые года? Конечно, здесь могут быть перемены, перемены, трансформации, здесь все может меняться и может меняться также ваши личные романтические отношения. поэтому вы должны будете в это затмение подумать, кого вы любите по-настоящему дорогие рыбы, как вы это делаете, как вы любите этих людей и нет ли в вашей жизни каких-то деструктивных сценариев. Пришла пора навести здесь порядок, расставить приоритеты вот в этой сфере. Те, кто до сих пор находится в каких-то отношениях, безобязательств, встречается, подумайте, как долго вы еще можете находиться вот в этих отношениях, ничего не меняя. Почему, по каким причинам они у вас не переходят на другой уровень, на новый этап, почему они не развиваются? Для тех, кто одинокий, у кого еще нет отношений, вы должны подумать о том, почему их нет, по какой причине, и вообще нужны ли они вам. Вы должны проанализировать свои чувства, ваши симпатии, ваши увлечения, и понять, если у вас есть какие-то зависимые отношения, нездоровые отношения, то это означает, что пришло время здесь что-то поменять, или изменить сценарий этих отношений, или внести сюда перемены, или вообще закончить их. Если будут сейчас рваться какие-то ваши любовные связи, романтические связи, которые вас больше изматывали, чем уже вдохновляли, и больше отнимали у вас, чем давали вам, дорогие рыбы, то не нужно этого пугаться, освобождаясь это пространство для вашего счастья, для вашего будущего. Конечно же, трансформации и перемены могут коснуться вашей творческой среды, ваших талантов, вашего хобби. А еще тема азарта, тема игр. Вы должны подумать, не слишком ли кто-то из вас заигрался, допустим, в какие-то виртуальные игры. Это может быть казино. Или же вы просто транслируете какие-то свои детские установки и прожигаете это время. Вот представьте свои ближайшие 20 лет. Как бы вы хотели реализоваться в своем творчестве. как бы вы хотели показать ваши способности, ваши таланты этому миру. Возможно, что для вас пришло время и вот это затмение это новый виток, новый этап для вашей жизни, чтобы вы начали задумываться, начали реализовать свои таланты и показывать их, и возможно зарабатывать на этом. В дни затмения, дорогие мои, наденьте золото, если, конечно, у вас есть золотые украшения. Постарайтесь провести этот день вместе с вашими любимыми или вместе с вашими детьми. Обязательно зажгите свечи на это затмение и вообще старайтесь, чтобы весь месяц после этого затмения в вашем доме было светло и ваши окна были чисто вымыты и к вам проникал солнечный свет, дорогие рыбы. Легкого коридора затмений вам и удачи! удачи! Продолжение следует...